Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня традиционно в это время мы говорим с вами о перипетиях нашей жизни, связанной с экономикой. Экономика – это главное, о чем надо говорить летом, конечно, да, в июле месяц и в конце, когда жара 30-ти градусная, когда хочется окунуться в прохладный водоем. Но нельзя расслабляться. Экономика на первом месте. Ситуация мировой экономики и ее влияние на Россию. Сегодня это обсуждаем и в эфире с моими гостями. В гостях Игорь Доброван, управляющий директор «Саксо-банк» в России. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. И Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал». Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Как настроение, уважаемые гости? Рабочие. Рабочие. Ситуацию в мировой экономике будем обсуждать или, может, что-то другое? Видите, тут капеллу назначили тренером, да, груздем его, понимаешь? Ну, с точки зрения футбола пока обсуждать, наверное, нечего. Нечего, конечно. А с точки зрения финансов всего очень много. Всего полного. Вот. Вот это самое главное. Уважаемые друзья, уважаемые слушатели, я хочу напомнить телефон в студию. Телефон прямого эфира 6510-99,6. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моим сегодняшним гостям, либо вопрос свой написать, опубликовать его на сайте финам.фм. Действительно, я думаю, вопросов сейчас море. Ну, или как минимум ваше видение текущей ситуации. Давайте взглянем на нее с высоты птичьего полета. Американцы открылись. И на этот момент основные индикаторы финансовых площадок. Американские индексы, Dow Jones почти 2%. Ну, вообще, сейчас оптимизм. Оптимизм, чем он связан. Мы сегодня об этом, кстати, очень бы хотелось поговорим. После вчерашних... Даже сегодня утренний, да, Игорь вот говорил, слышал сегодня утренний наш эфир. Мне звонил мой коллега и спрашивал, Олег, о чем вы будете говорить? Еще утром я не знал, что все так хорошо. Утром я напугал или пытался это сделать, что ходит по Европе призрак кризиса. Кризиса, кризиса. Пахнет рецессией из Америки. Ужас просто. А оказывается, вон, смотрите, все зазеленело. Dow Jones почти 2% в плюсе. S&P 500, 1,5%. 1360 текущая котировка. Мама родная. Наши ребята, РТС прибавляет 2,2%. ММВ скромнее почти процент. Нефть марки Brent выше 105, почти 106 долларов. За унцию золота сегодня просто, просто, мама не горюй. Летает, порхает. Дневной максимум был 1624 доллара за унцию. Сейчас чуть корректировалось. Пол процента на сегодняшний, на текущий момент. Ну и индикатор валютного рынка евро-доллар. После вчерашнего пессимизма сегодня он потрогал снизу 1,23. Даже был в моменте чуть выше. Что происходит? Что происходит на наших с вами финансовых площадках? Сереж, откуда оптимизм? Ну, в общем-то, на самом деле, еще вчера этот оптимизм начался. Сначала член правления ЕЦБ Новотный сказал, что, возможно, фонду, постоянному фонду финансовой стабильности, так называемому фонду ЕСМ, ему может быть дана банковская лицензия, соответственно, его мощность может увеличиться. То есть он сможет покупать активы с плечом фактически. На этом фоне оптимизм немного на рынках воспрял, потому что, собственно, до этого все европейские чиновники такую возможность отрицали. И сегодня днем уже выступил глава ЕЦБ Марио Драги, опять-таки с таким оптимистичным заявлением, сказал, что ЕЦБ будет делать все возможное, прибегнет ко всем возможным механизмам для того, чтобы ситуацию улучшить, для того, чтобы сохранить еврозону, сохранить евро. Ну и, по всей видимости, инвесторы подумали, что действительно есть основания ждать каких-то более решительных шагов со стороны европейского центрального банка. Ну, пока, на самом деле, наверное, вполне возможно, ничем это и не закончится. То есть, как известно, настроение на рынке меняется очень быстро. Сегодня чиновник сказал одно, завтра другой чиновник скажет другое. Вот все мы знаем, как тяжело решения в Европе принимаются, какие там разные бывают мнения в разных странах. Поэтому, наверное, мне кажется, пить шампанское еще явно рано. Вот вполне возможно, что там... Я уже настраивался, на самом деле, после эфира ехать уже, я позвонил, чтобы положили в холодильник. Все отменяется, да, Сереж? Ну, нет, выпить, безусловно, можно, но... Ну, по другому поводу. Поводов масса. Игорь, ну, мое мнение, может не согласиться, рынок достаточно специфичен сейчас. Ну, очевидно же, да, заявление Драги или вчерашние вот это попытки фонду придать банковскому самостоятельность, да, и наливать напрямую, собственно, все проблемы. Кстати, вчера банковскую систему Германии практически, да, похерил. Рейни Коген Мудис понизила, да, там, 7 банков. И сказали, что и Германия уже на пересмотре стоит, да, с высшего рейтинга. И вдруг сегодня, о, господин Драги... Причем, на мой взгляд, он ничего нового-то не сказал, да. В прошлый раз, когда понижали ставку они на заседание ЕЦИ, он, примерно, тоже самое и выступил. И сегодня, вот, и вдруг, вот, с чем это связано, Игорь? Я смотрю, вообще, сколько уже было за время кризиса, порядка, было 20 саммитов, да? Я не считал, что, даже если бы задача такая была, сбились бы со счета. И каждый раз одно и то же. И сейчас, когда говорится о том, чтобы придать фонду ЕСМ статус банка и дать ему возможность использовать левередж, погодите, разве не это привело к проблемам? Вот, вот, Сережа сказал про плечо, и все, и у меня сразу волосы, пардон. У меня звоночек сразу звенит. Да, 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 я сразу как-то вспотел. Ну, ведь проблема-то, да, нынешняя финансовая кризиса, это вот эти вот невоздержанные маржинальные торговли, нет? То есть, пытаются решить проблему платежеспособностью еще большим накачиванием дутой ликвидности. У нас и так уже, в принципе, реальных-то денег практически мало остается. Абсолютно с тобой согласен. Давайте посмотрим на ту же Испанию, да, и на ее суверенный долг. По сути, там два покупателя. Это ЕЦБ и испанские банки, которые получают деньги от ЕЦБ. А реальных денег там и не осталось, получается, реального рынка нет. И более того, всю неделю, да, краткосрочные облигации, двухлетки уже выше 7%, 7,55, по-моему, они держатся и не падают даже. Я думаю, что можно будет ставить в холодильник шампанское, когда вот именно начнется снижаться... Вы меня расстроили. Шампанского не видать. Ну, это повод выпить пиво хотя бы. Ну, да. Хорошо. Хорошо. Значит, в общем, я так понимаю, мы сошли с вами во мнении, что текущий оптимизм, это оптимизм во многом дутый. Ну, и на самом деле, я, собственно, мысль какую хотел произнести. Рынок специфичен, своеобразен. Он устал, видимо, огорчаться. Ему нужно хотя бы на чем-нибудь отрасти. Вот он, я так понимаю, увидел, да, какую-то сладкую конфету, которая таковой не является, и попытается вот сейчас подпрыгнуть. С другой стороны, все это, ну, по большинству, я так понимаю, инструментов, все это хорошие возможности просто лучше продать. Да, Сереж? Ну, в общем-то, действительно, сейчас лето, объемы торгов низкие, рынок такой очень волатильный, пытаются найти повод его как-то... Расшевелить, расшевелить. Да, в ту или иную сторону его сдвинуть, вот. Ну, и действительно, наверное, вполне, как бы, логично, что вот такая реакция достаточно сильная на вот эти вот словесные интервенции произошла, вот, но по большому счету, наверное, как бы, ничего кардинально не поменялось. Вот, то есть все, как было последние, там, года-два, так все, в принципе, есть, но при этом все понимают, что каких-то простых, собственно, выходов из ситуации нет, кроме того, как все-таки в том или ином виде, рано или поздно, но деньги напечатать. Вот поэтому мы видим, в частности, вот, как ведет себя золото, например, как ведут себя, как бы, другие сырьевые товары, да, достаточно все-таки они себя уверенно чувствуют. Вот, ну, потому что, по большому счету, вот, не знаю, может быть, кто-то знает какие-то механизмы, лично мне трудно представить какие-то способы, кроме печатных денег, как все-таки экономику ту же самую европейскую вывести из рецессии. Потому что мы видим, что, как бы, рецессия в проблемных, в южных странах достаточно глубокая, вот, там, безработица, там, от 10 до, там, процентов в Италии до 25, почти в Испании, да. Вот как эту проблему решить, вот это вот такой вопрос на миллион долларов, даже больше. Да, даже дороже, я согласен, но, тем не менее, вот, один из способов ты предложил, ну, и традиционный, давайте, да, вливать ликвидность, печатать деньги, там, еще каким-то завуалированным способом операцию Твист, операцию Самбо, Румбо, как угодно это можно назвать, но приведет ли это к желаемому результату? Нет, это просто тянет неминуемый конец, а решения никакого нет. Я считаю, что единственное решение здесь, это хирургическая ампутация тех, кто, в общем-то, не хочет жить по средствам и по правилам. Игорь, ты как хирург, ведущий хирург, да? И чем скорее, тем лучше и для проблемных стран, и для еврозоны в целом. Ну, то есть, вот, самый первый на ампутацию кто у нас? Греция. Греция, да. Да, они, по сути, уже давние клиенты, и я удивляюсь, почему этого до сих пор не произошло. И, ну, максимум до конца года им надо это сделать. И это лучше для них же самих. Если сейчас их опять начнут закачивать ликвидностью, они могут войти в стопор, из которого выбраться практически будет невозможно. И потом это будет тоже многолетняя рецессия. И это вот долговое болото, из которого выбраться будет очень трудно. Поэтому лучше остановиться, сказать, ну, вот, мы не платежеспособны, мы не рассчитаемся. Ну, я так понимаю, что они многократно уже это говорили, грехи сами, что мы не платежеспособны. Да и все это знают, что они не платежеспособны. Здесь какая-то... Говорить не надо. Надо выйти, объявить банкротство. Но мне кажется, все-таки тут какие-то другие силы, которые удерживают Грецию, Сережа. Нет, ну, понятно, что, как бы, основные греческие кредиторы, это те же самые, там, ЕЦБ, МВФ, европейские банки. Вот, поэтому, как бы, спасая Грецию, они фактически спасают себя. Вот, и тут, наверное, как бы, нужно именно желание даже не только Греции выйти из Еврозоны, сколько, как бы, вот, желание всех участников, вот, собственно, всей этой истории, да, когда все до этого дойдут, морально будут готовы, тогда, возможно, это и случится, и ничего страшного, собственно, в этом и не будет. Но пока, видимо, еще этот момент не наступил, пока, все-таки, возможно, они видят какие-то варианты, да, как, все-таки, Грецию... Ты говоришь о моральной готовности, мне кажется, что все-таки моральная готовность здесь не управляет, должно ударить по голове так, что просто не будет вышло. Ну, то есть, тут есть фактор политический, потому что, если будет создан... Спасибо огромное, давайте продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем горячую ситуацию мировой экономики и ее влияние на Россию не менее горячее, судя по всему. Сегодня в гостях Игорь Доброван, управляющий директор Саксо-банк в России, и Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Слушатели, уважаемые мои слушатели, я напоминаю, телефон в эфире 6510-996. Вы можете позвонить, задать вопрос сегодняшним гостям, либо этот вопрос написать, опубликовать его на сайте финам.фм. Ну что ж, продолжим разговор. Ситуацию мировой экономики мы традиционно, да, более пристально смотрим на проблемы еврозоны, и сейчас говорим о Греции. Бедная, несчастная, хотя плохо ее знает, мы же так со стороны на нее смотрим. Но, тем не менее, выход Греции, это решение чьих проблем? Сереж? Ну, я думаю, что это решение, собственно, проблем всех, и проблем Греции, и проблем ее кредиторов. Вот, собственно, наверное, уже никто из кредиторов особенно и не надеется на то, чтобы существенную долю своих средств получить, потому что... То есть махнули рукой, да? Ну, даже, собственно, уже была проведена... Реструктуризация. Да, которая закончилась тем, что долги Греции были пролонгированы на 20-30 лет. Вот, то есть если кредиторы что-то и получат, то очень нескоро. Вот, ну и, видимо, сейчас опять назревает, опять необходимость каким-то образом Грецию спасать. Поэтому, наверное, все уже с этими убытками смирились. Вот, ну а для самой Греции, безусловно, возможность, собственно, если она введет, вернется к своей валюте, то получится возможность проведить, собственно, независимую денежно-кредитную политику, там, менять ставки, менять курс валютный, вот, и, безусловно... И вот, девальвировать, да, валюту национальную. Да, да, безусловно, это позволит Греции, как бы, существенно свою ситуацию улучшить и перестать зависеть от решений ЕЦБ, от решений Евросоюза, Германии и так далее. Да, так что, безусловно, это вариант, но вот тут пока что мешает политика, потому что пока что все-таки там ни Греция, ни Европа не готовы к тому, чтобы один из членов Евросоюза, членов Еврозоны ее покинул. То есть нужен поступок, поступок, никак не решаться на поступок. Но с другой стороны, Игорь, хорошо, наверное, наверное, для Греции, да, или очевидно для Греции это решение многих вопросов, для Европы, простите, для Евросоюза, это, как минимум, да, проблема, да, снятие проблемы какой-то наиболее очевидной. Но, с другой стороны, не является ли выход Греции из Евросоюза неким прецедентом, неким толчком, неким примером, на который могут обратить внимание. Та же Испания, потому что она тоже через какое-то время скажет, ребят, ну вот Греции вы простили, она вышла, сейчас у них там что-то, у них хорошо все получается. Может и мне так пойти? Простите и мне, и я пойду отсель. Потом за ней кто там потянется? Италия, да, а дальше Германия, дальше все развалилось, ну и так далее. Ну, один из сценариев, который в такой ситуации как раз и видится, это то, что действительно останется только костяк еврозоны, и она станет, так сказать, более поджарой, более сухой, что ли. Более спортивной. Более спортивной. Да, чтобы она реагировала на изменения какие-то. И двинется с новыми силами. И может быть, действительно, это с самого начала была не очень-то хорошая идея объединять столь разные страны в единое валютное пространство. И может быть, именно сама эта идея изначально-то она и создала все эти проблемы, вернее, их предпосылки. А потом уже недостаточность инструментов для того, чтобы заставить страны южной части Европы, те, которые сейчас приносят больше всего проблем, соблюдать разумную бюджетную политику, может быть, именно недостаток этих механизмов, он и привел ко всем этим проблемам. Так что вполне может быть, что это и есть лучший путь. Вот такое, я бы сказал, разделение еврозоны на северную часть, во главе с Германией, и на отдельную южную часть, которая со временем должна просто как-то подтянуться к... Причем не обязательно опять войдя в Евросоюз, да? Абсолютно. Каким-то другим способом интегрироваться. Абсолютно. И та же Греция. Да, это будет сначала болезненно. Это действительно принесет... Ну, это трудный опыт пройти через это. Но, с другой стороны, они смогут начать практически с чистого листа, и они будут сами руководить ростом своей экономики. Все инструменты для этого будут в их собственных руках. И это, по-моему, намного ценнее, чем постоянно сидеть под гнетом этих долгов. Да, согласен. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте так, мы не будем рисовать какие-то конкретные сценарии, хотя вот разговор о том, что ближайшие... Сегодня, по-моему, Сити Групп публиковал прогноз по поводу... Читал ты, да? Да, да, да. Они написали, что до конца 2013 года с вероятностью... 18 месяцев они там дали. Да, вероятность 90% на то, что Греция оставит еврозону. Причем, может быть, более резвые аналитики, я читал это на прошлой неделе, прогнозируют вообще в этом году, чуть ли не в сентябре уже, что Греция объявляет дефолт и клопает дверью. Вообще это реально? Да нет, конечно... Все, что угодно может быть. Да, это реально, это может случиться хоть через неделю, в принципе. Вот вопрос, что к этому должны быть все готовы. А как эта готовность выглядит? То есть, вот они, насколько я знаю, вчера собирались, по-моему, да, по поводу текущей ситуации в Греции, по поводу выплат, да, по поводу регулирования необходимых обязательств, ну, о чем на саммите договорились, да, проверять, ездили в Грецию вчера, по-моему, да? Ну, нет, как раз туда приехали представители тройки кредиторов, которые будут там очередную инспекцию ситуации в Греции проводить и там будут вести переговоры с премьер-министром, будут анализировать ситуацию, вот. Ну и там понятно, что Греция опять не удовлетворяет, да не выполняет взятые на себя обязательства, опять там больше бюджетный дефицит, хуже экономический рост, хуже возможность обслуживать долг, вот, и, собственно, там все по-прежнему плохо, то есть все вот те меры, которые были предприняты по помощи Греции, они пока что никакого ощутимого эффекта не принесли. Ну, то есть вот по результатам этой поездки могут, так сказать, принять решение уже такое волевое, что Грецию надо освобождать? Ну, собственно, там сейчас, собственно, либо снова дадут, как бы, еще денег, вот в рамках прежних договоренностей очередной транш денег выделят. О 50 миллиардов, по-моему, там идет речь сейчас. Ну, нет, там, по-моему, этот вот квартальный транш, он меньше там, не знаю, там, по-моему, в периодах 10 миллиардов евро, вот. Ну, собственно, либо снова дают деньги, либо что-то другое придумывают. А что, например? А что другое? Очередное списание. Ну, вот, либо какая-то начинается опять новая история, новая реструктуризация, новое спасение, или тот же самый выход, например, в Грецию. Уже непосредственно, да, в ближайшее время. Ну, понятно, да, тут, собственно, все по кругу. Уважаемые коллеги, давайте посмотрим теперь на Россию, потому что, ну, что тут скрывать, во многом, да, текущая ситуация у нас. Будет связано с тем, как будут развиваться события и в Греции, и в Америке, да. О Китае мы вспоминали тоже, его возможной жесткой посадке. Сегодня, кстати, да, тоже, если вы, наверняка, вы читали, да, вышли два, опубликованы были два сценария, по-моему, Высшая школа экономики поделилась двумя возможными сценариями. Плохим и очень плохим. Читали, не читали? Значит, по-плохому нефть в районе 70 долларов, рубль где-то 35, ну, и так далее. А по очень плохому, ну, еще хуже все. И все это как раз связывается, прежде всего, с эскалацией европейского кризиса. Ваше мнение по этому поводу? Что ждать нам хотя бы до конца года, Игорь? Ну, я думаю, что до конца года ситуация, если говорить про Россию, вот эти проблемы с европейским долговым кризисом, они на Россию очень сильного влияния оказывать, скорее всего, не будут. На самом-то деле, если говорить там про российский фондовый рынок и про движение российского рубля, то он, скорее, определяется, по сути, двумя главными факторами. Это, первое, как мы знаем, цены на энергоресурсы. И второе – это аппетит иностранных инвесторов к риску. Сейчас большая часть инвесторов находится в такой выжидающей позиции, потому что рынки, они, по сути, вообще сейчас не функционируют. И они какое-то реальное соотношение риска и прибыльности, они не отражают. Так что для России это, скорее, какая-то выжидательная позиция. Я не думаю, что тут будут какие-то резкие колебания. А если говорить, допустим, про цены на нефть, то, опять же, лучшим лекарством против низких цен на нефть являются самые низкие цены на нефть. И поэтому я не думаю, что если даже нефть пойдет до 70, она там долго, скорее всего, не задержится. То есть как раз пример 2008 года, когда мы увидели резкое движение нефтяных котировок, и они так долго внизу-то не находились, достаточно быстро восстановились. Ну, и тогда, собственно, был некий шок. То есть был крах Большого финансового института, и был некий шок на рынках. Сейчас такого нет. Сейчас, наоборот, все как-то постепенно-постепенно-постепенно сползает, все привыкают, потому что проблемы, они надолго. Поэтому такая все-таки ситуация, она, конечно, напряженная, но она стабильно напряженная, и никакого шока нет. Ну, а то, что сейчас происходит на российском рынке, в частности, это отражение чего? Нефть, на самом деле, да, если мы говорим вот в текущем моменте, бренд 105 долларов, это совсем неплохо. Нет, собственно, это вполне нормальная цена, это вполне приемлемая для нашего бюджета, и с учетом того, что рубль достаточно сильно уже упал, по сравнению с прогнозами, потому что у нас в бюджет заложен курс рубля, то есть в проект бюджета на вот этот текущий год заложен курс рубля 29.50, среднегодовой. Сейчас рубль стоит, как бы, доллар стоит гораздо дороже, и поэтому, собственно, проблем с наполнением бюджета вот при текущих ценах на нефть никаких не будет. Собственно, поэтому, как бы, для нас все вполне благоприятно, и, как бы, даже если что-то, там, как-то немного ухудшится, все равно это, собственно, какого-то принципиально негативного влияния как бы на основные драйверы нашей экономики не окажут. То есть все как-то достаточно стабильно, спокойно, безусловно, темпы роста медленные, там, медленнее, чем могли бы быть, вот, но, как бы, все вот так вот по инерции растет. По инерции растет, хорошо. Ну, смотри, вот, Игорь, ты говорил о том, что два основных фактора ты видишь, да, это интерес к риску и, соответственно, нефтяные котировки. Ну, давайте представим, вот, худший вариант, действительно, что-то там в еврозоне случается, да, и Греция выходит, естественно, это все оказывает негативное влияние на строение участников рынка, наверняка и сырье в цене будет падать, и, в частности, и нефть, и наверняка инвесторы побегут от риска и будут выводить даже те деньги, которые еще на очищенном рынке остались. Что мы увидим-то? Неужели действительно так все стабильно, как вы рассказываете, и будет? Я думаю, что вот если начнутся, если будет выход Греции из еврозоны, то как раз наоборот, ситуация может обостриться в течение очень короткого периода времени, но, с другой стороны, это принесет на рынок долгожданный оптимизм. И в более долгосрочной перспективе от этого, наоборот, только все выиграют. И это как раз будет, можно будет осматривать как тот момент, когда можно, наконец, будет заходить. Но оптимизм, вот о чем ты говорил, да, оптимизм связан с тем, что все вздохнут наконец и скажут, ну вот, слава богу, боже мой, сколько, да, уже там, пять лет мы обсуждаем эту проблему, все, ее больше нет. Как трейдерская мудрость, нужно покупать, когда по улицам течет кровь. Можно будет примерно приравнять. Выход Греции... Страшная какая мудрость сейчас. Выход Греции, это можно примерно приравнять, что по улицам потечет кровь. Не хотелось бы, конечно, ну, это фигурально выражается. Фигуральное выражение. Ты согласен, Сереж? Ну, в общем, да, согласен. По большому счету, вот уже достаточно долгое время, рынки как раз и падают, да, периодически, там, испытывают какие-то какие-то приступы негативного настроя из-за этих проблем с той же самой Грецией, из-за проблем в Европе. Поэтому, наверное, по факту, вот, собственно, срешение... То есть нужна некая кровь. Давайте об этом чуть позже, через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем. Финам.ФН программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем ситуацию в мировой и российской экономике. В гостях сегодня Игорь Домброван, управляющий директор САКСа Банк в России, и Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ Капитал. Ну, собственно, традиционно мы обсудили уже то, что творится в мире, в частности, в Европе. Практически ждем уже с нетерпением, когда Греция, да, выйдет из Евросоюза, потому что, по мнению моих уважаемых гостей, это в какой-то степени привнесет, ну, если не оптимизм, то стабильность, да, некую стабильность. То есть точка отчета будет, новая точка отчета. Все, Греции, Евросоюзе нет, все выдохнули и начали жить дальше. Поэтому хотелось бы, наверное, чтобы эта стабильность скорее уже произошла. А что касается России, России, вот мне, по крайней мере, очень приятно было слышать сегодня мнение моих гостей. Они сошлись опять во мнении, что радует, что даже несмотря на какие-то кризисные явления, и худшее развитие ситуации в мире, Россию это не так сильно заденет, не так сильно тряхнет ее, как в 2008 году. Тому причин масса, да, в частности, Сергей, какие? Ну, в частности, у нас сейчас, наш центральный банк проводит более грамотную, адекватную политику. Сейчас у нас курс рубля, вот в отличие от 2008 года, когда его зачем-то несколько месяцев держали. Прибили его к стене практически. Да, сейчас у нас плавающие, как бы у нас достаточно большие резервы, которые там как-то мало меняются. Даже вот если посмотреть на ситуацию мая-июня, мая-июня, вот начало июля, когда рубль был под давлением, когда ЦБ приходилось рубль защищать, то вот в рамках вот того механизма интервенции, который сейчас действует, там ЦБ потратил всего лишь, там, несколько миллиардов долларов, собственно, и там это, может, один-два процента от резервов. То есть это совсем несущественно, при том, что давление на рубль было достаточно серьезным. То есть мы видели, как нефть падала, там, со 125 до ниже, чем до 90. Вот мы видим, как вот это вот, как бы новый механизм интервенции себя очень хорошо показал. Ну и с точки зрения, как бы, именно состояния экономики, она сейчас у нас, нельзя сказать, что перегрета, как это было в восьмом году. То есть сейчас она меньше подвержена таким-то внешним риском, да, то есть даже если все будет, если спрос, там, на сырье, если цены на сырье на внешних рынках будут падать, да, у нас есть некий такой запас прочности, насчет которого мы вот можем какие-то негативные такие вот внешние факторы. То есть мы можем бурю внешнюю пережить, да, переждать. Да, какое-то время да, ну и плюс вот есть та необходимая гибкость, то есть экономика сможет адаптироваться вот к новой, вот такой более сложной внешней ситуации. Ну это действительно, это приятно, и тем более, видите, что в этом случае у нас появляется некий оптимистичный взгляд в будущее. Уважаемые слушатели, я напоминаю вам телефон-студию 6510-99-6, вы можете позвонить или написать на сайт финам.фм, задать свой вопрос, потому что сейчас я попрошу моих уважаемых гостей поговорить о том, а что вот в этой непростой ситуации нам, обычным, все время я подбираю здесь слова, обывателям, но слово нехорошее, обычным гражданам, далеким может быть о финансовых рынках, а может быть и тем, кто в материале, кто активно торгует, инвестирует, спекулирует. Что делать сейчас? Занять ли выжидательную позицию, ну как минимум до, там, а, до сентября месяца, б, до конца года, когда вот эти бури улягутся, либо, исходя из того, что вы только сейчас сказали, либо все-таки смело, относительно смело, там, решительно принимать какие действия, возможности для сохранения капитала использовать, а может быть даже и зарабатывать на чем-то. Игорь, как твое мнение? Ну, мое мнение, что действительно сейчас лучше занять выжидательную позицию, и я бы тут ориентировался не на сроки, а на события. И события уже, в общем-то, мы обозначили. Это какое-то качественное изменение, качественное событие, которое будет обозначать яркий перелом в развитии европейского кризиса. Например, выход Греции из еврозоны. До этого момента я остаюсь, все-таки, если говорить про валюты, остаюсь больше сторонником доллара, нежели евро. Другими словами, да, в паре евро-доллар ты занимаешь короткую позицию. То есть, в этом случае. Или ты вне рынка, что называется, но смотришь больше на доллар, чем на евро. Я бы сказал не так, что я прям стою по паре евро-доллар. Я бы, скажем, позицию в долларах разместил в высокодоходных корпоративных облигациях американских компаний, поскольку там как-то, во-первых, перспективы доллара лучше, во-вторых, они платят более-менее нормальный доход, и, в-третьих, у них более-менее яркие, более-менее, скажем так, лучшие перспективы, чем у европейских компаний. Потом какую-то часть можно было бы, допустим, разместить в валютах-убежищах, это скандинавские кроны. Соответственно... То есть шведская, норвежская... Норвежская, да, шведская, норвежская крона. Потому что пока ситуация в еврозоне не разрешается, они будут автоматически рассматриваться как какую-то... Альтернатива какая-то. Какая-то тихая гавань, где можно пересидеть. Вот. Можно, допустим, еще какую-то часть средств разместить в золоте или в каких-то индексах золотодобывающих компаний, что даже лучше, чем в золоте. Вот. И какую-то часть в кэше для того, чтобы ждать новых возможностей, когда рынок достигнет дна. А еще раз, дно будет, скорее всего, связано с каким-то поворотным событием. Ну, понятно. То, о чем ты говорил. Да. Я благодарю тебя. Огромное спасибо. Смотрите, вот такой вот достаточно профессиональный портфель сейчас предложил Игорь. Но! Но! Наверное, это заинтересовало бы тех, кто действительно обладает возможностями, ну, как минимум, да, размещаться в скандинавских деньгах, да, в скандинавских кронах, имеет возможность покупать корпоративные облигации Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, имеет возможности. Да? Это огромное спасибо. А если говорить все-таки о подавляющем большинстве наших слушателей, то есть, эти слушатели, которые имеют, может быть, накопление и хотели бы эти деньги, а, сохранить, ну, традиционно, б, преумножить, при этом используют они, ну, все-таки так традиционно, не такой большой спектр финансовых инструментов. Ну, разве что, наверное, да, самый распространенный, это банковские депозиты, надо понять, да, как его, в каких пропорциях, в каких валютах. Может быть, у кого-то есть брокерские счета, но и, тем не менее, он смотрит преимущественно на отечественный рынок, и здесь есть, а, корпоративные облигации, да, есть облигации, там, федерального займа, например, доступные для торговли, ну, или какой-то набор инструментов рынка акций. Вот, все же, с этой точки зрения, что мы могли бы посоветовать? Сережа. Да, ну, в общем-то, сейчас, наверное, ситуация принципиально не отличается от той, какая она обычно бывает. Если говорить про, допустим, российский рынок акций, то все знают, как бы, его плюсы и минусы. Вот, то есть он такой рынок с высокой бетой, да, то есть он растет, падает быстрее, чем большинство других фондовых рынков. Вот, соответственно, наверное, на это и надо ориентироваться. То есть если вы готовы взять на себя большой риск, при этом получить, там, какую-то потенциальную высокую доходность, то тогда, безусловно, да, можно покупать российские акции и, соответственно, таким образом пытаться на них заработать. Что касается облигаций рублевых, то тут ситуация, в принципе, достаточно благоприятная. Как бы ставки в реальном выражении, да, с учетом инфляции, они сейчас сильно положительные. Безусловно, инфляция у нас немного, как бы, начала ускоряться, но все равно даже с учетом этого, даже с учетом того, что она, там, к концу года может вырасти, да, 6,5-7 процентов, год к году все равно, как бы, доходности по рублевым облигациям интересны, особенно по корпоративным. Вот. То же самое касается и банковских депозитов. Тоже, там, ставки по годовым депозитам на уровне 9-10 процентов, также они существенно выше инфляции и, в принципе, позволяют, да, по крайней мере, деньги, там, от обесценения сохранить. Вот. Так что, в принципе, есть возможности и для достаточно таких рискованных и доходных инвестиций, такие как акции, есть возможность для того, чтобы просто деньги от инфляции уберечь, вот такие, как рублевые облигации и депозиты банковские. Ну, давайте говорить, да, вот, прежде чем о сохранении. Банковский депозит. Мы рассматриваем исключительно рублевый депозит, Игорь, или все-таки есть смысл диверсификации какой-то, ну, учитывая ожидание потрясений, да, может быть, есть смысл в доллар положить все-таки? Во-первых, я хочу возразить, что я не понимаю, какой смысл ограничивать себя российским рынком. Возможностях? Да, возможностях. На самом-то деле, доступ, получить доступ международным рынком может каждый. Открытие счета в любом приличном брокере, предоставляющем такие услуги, занимает максимум один день. То есть, зачем загонять себя в рамки инвестору? Мне это непонятно. Во-вторых, если, допустим, говорить, если все же мы уже себя загнали в эти рамки, ну, в каком брокере я говорить не стану, чтобы это не расценили как реклама. Да, мы фамилии не называем, ну... Вот. Но если уж мы говорим о рублевых депозитах, то, как мы сейчас выяснили, в принципе, ожидания по рублю, они довольно перспективные. И, вернее, они довольно позитивные. Поэтому, учитывая нынешние ставки в российских банках по депозитам, сколько там сейчас, 10, в некоторых 11%, это, я считаю, очень хорошая альтернатива. Размещаться в евро, не советую. Размещаться в доллар, ну, тут это вполне имеет смысл разделить свою корзину и какую-то часть размещения. То есть рубль-доллар, да? Рубль-доллар, да. Ну, опять же, это если мы решим себя ограничить вот этими узкими рамками. Ну, мы не решаем ограничить, просто исходя из опыта, да? Хотя, в принципе, есть, допустим, и другие инвестиционные возможности. Например, недавно, когда это в конце прошлого года, были опубликованы отчеты Muddy Water об акциях некоторых китайских компаний. О том, что у них там не все чисто с отчетностью, и их акции не отражают реальную стоимость. При этом под одну гребенку попали и вполне приличные компании. Китайские же. Китайские же. Соответственно, если внимательно пройтись по этому списку, если интересно, я могу потом глянуть, у меня где-то выписаны даже... Интересно, конечно. Выписаны названия конкретных компаний. Внимательно пройтись по этому списку и вложиться, опять же, не в одну-две, а в десяток компаний, чья отчетность, скорее всего, на наш взгляд, ближе к правде, чем считает Muddy Waters, и учитывая тот факт, что сейчас они торгуются процентов на 50 ниже, чем торговались до этого отчета, это открывает неплохую инвестиционную возможность. Здесь опять-таки, да, с технической точки зрения, мы можем попасть на фондовый рынок Китая вот этим путем. Я уже сказал, открытие счета один день. Открыть счет у брокера, да, и доступ, соответственно, на любую площадку. Как вариант? Ты как смотришь на китайский рынок? Ну, я, наверное, надо смотреть не только на китайский, собственно, есть много, помимо Китая, и другие интересные страны, да, и в Азии, и в Южной Америке, и в Европе, наверное, сейчас многие акции уже упали до практически... До неприличных, да? До таких уровней, да, на которых, может быть, их и стоит прикупить. Вот так что, там, если инвестор обладает каким-то достаточно серьезным капиталом, если у него есть время на то, чтобы пытаться самостоятельно анализировать рынок, да, то почему нет? Наверное, сейчас действительно есть много хороших возможностей для того, чтобы начать именно инвестировать вот в такие в рынке акций из зарубежных стран. О золоте, да, шла... Упомянул Игорь, о золоте, вот по поводу золота. Опять же, опять же, может быть, даже не в само золото, а скорее в индексы, индексы, отражающие динамику цен по золотодобывающим компаниям. Я считаю, есть смысл вложиться, потому что на золото есть спрос, особенно со стороны таких стран, как Индия, и спрос этот никуда не девается, хотя там и происходит давление на то, чтобы перенаправить, скажем так, индийский спрос индийцев от вложения золота на какие-то другие финансовые активы. Тем не менее, спрос остается, вот. И спрос на золото, мы ожидаем, что в ближайшем будущем он сохранится, и поэтому вложиться в акции... В ближайшем будущем это какая перспектива? Ну, я думаю, год, два, три. Как минимум, да? Как минимум. То есть даже вот на сегодняшних уровнях, да, спотовая цена, вот я сегодня говорил, уже 1615, ну, текущая, по крайней мере, да? Даже по этим уровням есть смысл рассматривать покупки золота на... Пока ЕЦБ и ФРС печатают деньги, золото будет расти. Вариантов других нет. Абсолютно верно. В данном случае золото – это драгоценный металл. Давайте продолжим чуть позже, через несколько минут. Ну что ж, добрый вечер еще раз, добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», последняя часть нашей программы. Меня зовут Олег Дмитриев, поэтому я сразу же напомню вам телефон в студию, 6510-99,6. У вас есть еще 12 минут, чтобы задать свой вопрос моим гостям. Либо на финам.ФМ опубликовать его, и я его прочту с удовольствием в эфире. В гостях у меня, напомню, Игорь Домброван, управляющий директор Саксо-банк в России, и Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал». В общем, весь наш сегодняшний разговор, по большому счету, сводится к тому, ну и в дальнейшем мы поймем, что остается в сухом остатке, сводится он к тому, что, несмотря на ожидаемые потрясения в мировой экономике, все-таки Россия достаточно крепко стоит на ногах для того, чтобы реакции, такой реакции, как была в 2008 году, например, мы в нашей экономике не наблюдали. Это очень хорошо. Исходя из этого, вот мы пытаемся сформулировать, что можно было бы сделать нам с вами, уважаемые россияне, для того, чтобы, а, сохранить в это непростое время ваши сбережения, и, б, даже попытаться их приумножить. Для сохранения капитала были уже озвучены традиционные инструменты, это и банковские депозиты, вот, и рублевые, и долларовые, с неплохими процентными ставками. Это и облигации, и отечные, и зарубежные. Игорь, в частности, вот, рассказывал о том, что корпоративные облигации Соединенных Штатов Америки, он поговорил даже о рынке Китая, который тоже отдает возможность, да, неплохо заработать. Вот. Но, все же, традиционно говорим о российском фондовом рынке, потому что, как бы он себя так, да, индифферентно не вел в данный момент, возможно, здесь все-таки он какие-то дает. Да, Сереж? Ну, да, безусловно. И если посмотреть на то, как вели себя наши акции, допустим, с начала текущего года, то есть там есть как бумаги, которые сильно упали, например, акции металлургов, так и акции, которые сильно выросли, например, акции ритейлеров. То есть, вот, допустим, именно те компании, которые ориентированы в большей степени на внутренний спрос, которые, там, доходы которых зависят от динамики доходов населения, они себя чувствуют очень хорошо, и, как бы, в принципе, в этом плане достаточно благоприятная ситуация остается. То есть, там, вот, позавчера вышла отчетность Магнита, там, показал рост выручки, по-моему, больше, чем на 100% год к году, ну, с учетом того, что он еще магазин новый открывал. Вот, и акция бурно росла, при том, что она с начала года и так уже, по-моему, больше, чем на 20% выросла, да. Вот так что, безусловно, есть отрасли, которые, несмотря на вот всю эту внешнюю неопределенность, они все равно себя очень хорошо чувствуют и сохраняют потенциал. Ну, вот, в частности, да, ты, прежде всего, рассказал, да, о тех отраслях, которые ориентируются на внутренний спрос. Ну, а если традиционно говорить, например, о нефтянке, нашей отечественной нефтянке. Вот даже я сейчас смотрю просто в моменте, значит, текущая котировка «Газпрома», ну, когда говоришь о нефтянке, да, в первую очередь приходят примерно такие названия. Текущая котиров «Газпрома» 148,5 рублей. Вот, это приемлемая цена для того, чтобы взять ее сейчас и купить, Игорь, «Газпром» по 148 рублей. Дорого это, Сереж? Ну, наверное, по историческим меркам это достаточно дешево. Но тут надо иметь в виду, что «Газпром» компания специфическая, то есть там есть и политика определенная, там есть, собственно, ситуация на основном рынке сбыта экспортном, да, на европейском рынке ситуация с газом. Да, то есть там и цены падают по сравнению с прошлыми годами, и предложение газа там из Ближнего Востока, СПГ, оно увеличивается, поэтому тут надо, наверное, все плюс и минус взвешивать. И как раз поэтому мы видим, что, наверное, вот именно, что касается нефтегазового сектора, там либо какие-то крупные западные фонды в этот сектор инвестируют, либо какие-то инвесторы, которые имеют, знают больше остальных, да, то есть тут надо знать, в каком направлении будет политика государства меняться, там будут давать частным компаниям доступ к шельфовым месторождениям или не будут. Ну, то есть, другими словами, вот ты бы сейчас не рассматривал, да, это в качестве... Ну, то есть это сектор, конечно, очень специфический сейчас, да. У нас есть звонок, так, сейчас, одну секунду, у нас есть звонок, звонит нам наш слушатель Валерий, давайте послушаем его вопрос. Валерий, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Ну, и вам добрый вечер, и вашим гостям. У меня вопрос такой, значит, немножко, если отвлечемся от доллара и евро, вот, меня интересует, скажем так, альтернатива, ну, часть из твоих средств, если вложить, английский фунт или китайский юань. Вот что из этих двух валют наиболее, ну, скажем так, надежно? Надежно, да. То есть вы хотите сохранить капитал, да? Да, да, только для сохранения. Спасибо, Валерий, вопрос понятен. Игорь, ну, видимо, тебе. Да, ну, из этих двух однозначно предпочтение в сторону английского фунта. Там как-то более взвешенная и фискальная, и монетарная политика. А что говорить, а если говорить о Китае, то у нас тут ведь все ожидают либо мягкую просадку, либо жесткую просадку. Но то, что она будет, сомнений не возникает ни у кого. Учитывая, опять же, проблемы с банковским сектором Китая, проблемы с пузырем на рынке недвижимости, я думаю, что из этих двух валют однозначно предпочтение в сторону фунта. Я в целом согласен, да. И как бы добавил бы, что в случае какого-то негативного развития событий в китайской экономике, то, безусловно, тогда, так как курс у них не свободный, а регулированный. Я тоже об этом хотел сказать. Тогда как раз снижение курса юаня будет таким способом экономику поддержать. И в этом случае, да, если мы вложились в юань, мы потеряли. И плюс ко всему, учите ведь, что практически все брокеры, они предлагают офшорную торговлю юанем. Это значит, что вы можете оказаться за бортом. Офшорную торговлю, то есть речь идет о том, что это некая внебиржевая торговля. А фунтом, соответственно, можно просто физически купить. Можно его купить физически. Спасибо, спасибо. Вот ответ на ваш вопрос. И еще раз повторю, Валерий, значит, наши гости рекомендуют вам из этих двух вариантов смотреть на британские фунтсерлингов. Возвращаемся на отечественный рынок акций. Давайте поговорим тогда о банковском секторе, что ли. Насколько он выгоден сейчас, в данный момент, для того, чтобы рассматривать его в качестве возможности заработать. Сереж. Ну, у нас на рынке банков, на самом деле, немного. То есть, есть два банка. Первый эшелон, это Сбербанк и ВТБ, и еще пара-тройка банков поменьше. Вот, собственно, тут, во-первых, вот эта вот давняя история с приватизацией работы. Да, то есть, и государство давно собирается продать очередной свой пакетик в Сбербанке, но это постоянно складывается из-за того, что цена низкая, не устраивает продавца. Ждут, что цена повысится. Что касается ВТБ, то ему необходим капитал, он также может быть привлечен с помощью, например, доп. эмиссии акций, продажи ее на рынке. Вот, поэтому, как бы, в принципе, банковский сектор, он, опять-таки, самый цикличный, да, то есть, если взгляд на рынок позитивный, то тогда имеет смысл покупать банки, банки будут расти быстрее остальных акций. Вот, так что тут, наверное, опять-таки, надо именно исходя из своего отношения к риску. Да, безусловно, из собственного отношения к риску. Ну, а потом, если, опять-таки, мы обсуждаем, что мы с вами живем в преддверии, наверняка, да, мы не можем точные сроки определить, но в преддверии неких вот потрясений. И, наверное, да, если эти потрясения случатся, то первыми как раз под распродажу попадут, да, акции банковского сектора. Причем не только отечественного, да, по всему миру. Ну, да, может быть, как раз тогда вот надо будет их подобрать и купить, да, в этот момент. Да, наверняка они просядут и будут предлагать более интересные цены. Это логично. Хорошо. Значит, ну, еще, если, Сереж, есть пару идей по российскому рынку, ну, в частности, если уж мы опять говорим широко о каком-то, может быть, секторе... Ну, вот, например, там есть такие идеи, как, например, в энергетике, да, то есть сектор был долгое время под давлением, долгое время государство какие-то непонятные заявления делало, вот, и действительно сейчас там многие бумаги стоят очень дешево. То есть вот как ставка на покупку такого, таких перепроданных активов, можно там выбрать какие-то бумаги в электроэнергетике. Вот, плюс есть такие истории, как, например, байбеки, например, вот в АФК-системе сейчас действует программа обратного выкупа акций на 300 миллионов долларов, вот, поэтому, например, можно пытаться на таких историях заработать тоже, то есть акция имеет достаточно такую серьезную поддержку, да, то есть если сама компания акции с рынка скупает, вот, то есть, наверное, она, акция сильно не упадет, да, может быть, даже обгонит рынок. То есть это будет дополнительной поддержкой, да, просто? Да, ну, то есть есть, помимо, как бы, общерыночных факторов на акцию действует еще и тот факт, что компания покупает акцию с рынка. Мы сегодня говорили о возможности вложения в золото и определили его, да, достаточно верно, с точки зрения стратегической. Если говорить об отечественном акции, ну, вот, есть золото физическое, Игорь его не рекомендовал, ну, и, естественно, там есть определенные проблемы, да, покупая физическое золото, вы попадаете на налог. Ну, это и на хранение, да, технологически это не очень удобно, чтобы этого избежать, да, либо там есть альтернативы, так называемые металлические счета, либо есть фьючерсы, да, на срочном рынке. А если рассматривать компании золотодобывающие, наши отечественные, насколько они интересны, Сереж? Ну, опять-таки, они, наверное, все-таки имеет смысл брать какую-то более широкую корзину из этих компаний, потому что у нас всего лишь, по-моему, по большому счету две компании, ну, да, три еще есть, помимо металла и поли-золота, еще есть выделенные из Северсталя Норд Голд. Ну, в принципе, выбор невелик, поэтому, собственно, чем портфель менее диверсифицирован, тем, как бы, больше берутся риски именно специфические, связанные с этими компаниями. Компания, да, то есть золото, ты просто купил золото и ждешь его, да, роста цены, и, по большому счету, никаких там дополнительных, да, рисков не возникает. Ну, а если выбрать, как бы, взять какой-то индекс, где этот набор компаний больше, там, 10-20 компаний, то тогда, безусловно, наверное, в нем вот эти вот специфические риски меньше, то есть, наверное, такая возможность более интересная. Индекс GDX есть такой. Это где торгуется? Это торгуется, по-моему, в Америке. В Америке, да. Понятно. Игорь советует нам сегодня именно исключить преимущественно, да, инструменты торгуем в Америке. Хорошо. У нас остается не так много времени, если вы позволите, я хотел бы подытожить, ну, и вам предложить сказать несколько слов. Напомню, мы сегодня обсуждали непростую ситуацию мировой экономики, мы говорили о том, что эта ситуация непростая, окажет влияние в России, но Россия, тем не менее, выдержит. Какие рекомендации, рекомендации, пожелания, может быть, нашим слушателям в плане ближайших перспектив, Игорь? Пожелание одно, это более осторожно относиться к новостям, не вестись на удочку вот этих вот провокаций оптимизма, попытки инъекции оптимизма. В частности, сегодняшний, да? Надо относиться к этим вещам взвешенно и принимать инвестиционные решения на трезвую голову и осознавать, что ближайшие там полгода будут непростыми и будут события, к которым нужно быть готовым, потому что будут открываться интересные инвестиционные возможности. Спасибо, Сереж. Ну, я соглашусь, наверное, каждый инвестор должен для себя какие-то возможные сценарии просчитать и свой портфель именно создать таким образом, чтобы не было ничего неожиданного, да? То есть, если вы купили, покупаете акцию, вы должны быть готовы к тому, что она в два раза подешевеет. Спасибо. Главное, дорогие друзья, я прощаюсь, ничего неожиданного, все будет хорошо, как бы оно плохо не было. Всего хорошего, успехов на рынке.